Здравствуйте! В Госдуме предложили смягчить запрет на выезд должников за рубеж. Поправки планируется внести в законопроект, который ускоряет снятие запрета на выезд для погасивших долг. Напомню, он был разработан Министерством юстиции. Согласно действующим правилам, запрет на выезд может применяться в том случае, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Поправки предлагают увеличить этот порог в несколько раз, сообщают ведомости. Правда, пока точные цифры неизвестны. Рассматривать изменения в действующие правила депутаты будут 8 декабря. С 2017 года некоторые государственные услуги станут дешевле на треть. Речь идет об оформлении российского и загранпаспорта, свидетельства о рождении, браке и собственности, водительского удостоверения. Все они будут стоить на 30% дешевле, но только в том случае, если будут оформлены в электронном виде, то есть через портал Госуслуг, сообщает российская газета. Например, сегодня оформление заграничного паспорта нового образца сроком на 10 лет составляет 3,5 тысячи рублей. Если размер госпошлины останется прежним в 2017 году, то при подаче электронного заявления скидка может составить чуть больше тысячи рублей. Сейчас на едином портале Госуслуг зарегистрировано более 35 миллионов россиян. Управление делами президента откроет интернет-магазин по продаже кремлевской еды. Об этом сообщают ведомости. В начале декабря сайт магазина кремлинпродакт.ру работал в тестовом режиме. Ассортимент состоял из молочных продуктов под брендом «Кремлевское качество», в том числе сметана, молоко, сыр адыгейский. В настоящий момент на странице размещено сообщение «Интернет-магазин в разработке». Официальная презентация торговой марки «Кремлевское качество» намечена на начало 2017 года. Приобрести кремлевские продукты смогут пользователи, у которых есть именной пропуск на охраняемую территорию учреждений питания, под ведомственных управления делами президента. Остальные покупатели также смогут заказать продукты и получить их вне охраняемой территории по договоренности, говорится в правилах работы интернет-магазина. Средняя цена аренды загородной недвижимости в новогоднюю ночь будет в два раза дороже. Жители Перми, планирующие встретить Новый год за городом, уже начали поиск коттеджей или турбаз, подходящих для праздника. Три новогодних дня с 31 декабря по 2 января являются самыми дорогими. Средняя цена аренды составляет примерно 200% от обычной, рассказали аналитики портала Медиана. На сегодняшний день средние предложения по аренде загородных домов на Новый год в Пермском крае обойдутся примерно от 3 до 9 тысяч рублей за двое суток на одного человека. Однако есть и предложения дешевле. Так, например, Новый год на одной из баз в Пермском районе будет стоить всего 1200 рублей с человека за оба дня празднования. Правда, в эту цену включено только проживание. Если же ни в чем себе не отказывать, то есть вариант снять на праздники коттедж премиум-класса на базе отдыха в Бордымском районе. Цена вопроса – 130 тысяч рублей. Курс доллара по данным Центробанка на 6 декабря составляет 63,92 рубля, курс евро – 67,76 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова